Всем привет! Сегодня будет очень полезное видео. Вы узнаете, как отключить некоторые вредные настройки, которые изначально включены на ваших смартфонах еще при самой покупке. Некоторые из них абсолютно бесполезные и тратят ваш заряд батареи с утра до вечера. При этом, когда все вот эти процессы работают, понятное дело, занимается ваша оперативная память. Да, у многих телефонов хватает и оперативной памяти, и стоит огромная батарея. И в некоторых случаях это не очень сильно заметно. Но, по крайней мере, вы сможете посмотреть этот видеоролик и узнать, где эти настройки находятся. И, возможно, вы также захотите настроить их по-своему, чтобы управлять своей конфиденциальностью. Поддержим видео лайком, подписываемся на канал и делимся с друзьями. Самым первым делом заходим в наши стандартные настройки. И здесь нам нужно найти раздел под названием Google. Я думаю, что он во всех есть, потому что, если вы пользуетесь элементарно Google Play Market, то 100% вы вводили какой-то себе аккаунт, чтобы скачивать игры и приложения. Дальше, смотрите. Здесь, понятное дело, во всех немножко будет отличаться меню. Если у меня на данный момент вот такое, мне нужно зайти на все сервисы. Дальше листаем вниз и находим такую настройку, которая называется просто устройство. Заходим на нее и, смотрите, искать устройство рядом. Сохраненное устройство показывает результаты отладки. Вот смотрите. Если у вас даже отключенный ваш Bluetooth, и если даже отключенный ваш Wi-Fi и GPS, то если включена вот эта настройка, в скрытом режиме ищутся все вот эти устройства. То есть вы просто идете по улице, и вокруг вас обнаруживается устройство, все которые имеют Bluetooth или же подключение по Wi-Fi. Смотрите, у меня сейчас Bluetooth отключенный, местоположение отключенное. Ну, Wi-Fi, само собой, сейчас работает. Но смысл в том, что в основном вот эта штука работает через Bluetooth. Мы, конечно же, вот это все отключаем. Во-первых, это разряжает батарею. Во-вторых, в ваш телефон также могут и обнаруживать какие-то другие устройства. Кстати, конкретно здесь ничего не написано, что в скрытом режиме включается Bluetooth и Wi-Fi. Но, если вы зайдете элементарно снова в свои настройки, есть еще раздел, который называется местоположение. Здесь заходим в геолокацию, и смотрите, внизу поезд сетей Wi-Fi включено. Разрешить приложением и сервисом искать сети Wi-Fi, даже когда Wi-Fi отключенный. Это может улучшить работу функций и так далее. В общем, здесь прямым текстом написано, что Wi-Fi работает, даже если он у вас отключенный. Конечно же, мы отключаем. Возвращаемся назад. Поиск Bluetooth устройств тоже включено. Смотрите, у меня Bluetooth не рабочий. Вот он отключенный. Здесь написано, разрешить приложениями и сервисом искать устройство поблизости, даже когда Bluetooth отключен. То есть, получается, в скрытом режиме и Bluetooth, и Wi-Fi, и GPS работают беспрерывно. Конечно же, мы это тоже выключаем. Это бесполезная абсолютно настройка. Если вам нужно что-то передать, подключиться к своей гарнитуре, то это нужно сделать один раз на своем телефоне. Ну и дальше, по надобности, вы сможете что-то передавать. То есть, искать только тогда какую-то сеть, когда реально она вам нужна. А все остальные сети, ну просто бессмысленно. Во-первых, в 99% случаев там будет выставлен какой-то пароль, и вы просто не зайдете на какую-то другую сеть. То есть, настройка, мягко говоря, не очень. Также здесь находится точность геолокации. Она тоже во всех включена, то есть, более точное определение местоположения. Но при этом, если вы Google картами не пользуетесь, то вот эта настройка, опять же, вам полностью бесполезная. И если даже вы Google картами пользуетесь, то если вы выключите более точное определение местоположения, у вас в картах абсолютно ничего не поменяется. Они точно так же будут обнаруживаться. Просто здесь еще вдобавок подключается мобильный интернет, оператор и так далее. Еще и дополнительно идет разный обмен данными с другими приложениями. Короче говоря, штука тоже бесполезная. Возвращаемся на общее меню настроек. Снова нам нужно зайти в раздел Google, все сервисы. И здесь еще найти поиск ассистент и голосовые управления. Здесь тоже есть такие настройки, которые охватывают практически каждое приложение, но вы даже об этом и не догадываетесь. Заходим на Google Ассистент и здесь смотрите. Заблокированный экран. Пользуйтесь ассистентом на заблокированном экране. Вот. Смотрите, я ассистентом вообще никогда не пользуюсь. Но по умолчанию такие функции есть на любых телефонах. И на Samsung, и на Xiaomi, и на Meizu. В общем, на любых моделях. Мы разрешаем ассистенту отвечать, когда телефон заблокированный, чтобы получать доступ к персональным результатам. То есть, вот представьте, телефон ваш стоит на какой-то блокировке. И другой человек реально может на заблокированном экране сказать там, продиктуй мне номера телефонов, которые есть в списке контактов. Ну и, понятное дело, ассистент начнет это все диктовать. Ну, в общем, нужно такие настройки выключать и делать телефон безопаснее. Дальше, тут же, если мы нажмем на три точки, есть еще отслеживание действий в Google. Вот я запускаю эту функцию. И здесь посмотрите. То, что я лично порекомендую, то, что я делаю на всех телефонах, это отключаю хронологию. Вот. Тут уже, конечно, смотрите по желанию, но вот эта функция постоянно использует ваш GPS. И, опять же, даже если GPS у вас вот здесь не работает, вы просто ходите с телефоном по улицам, где-то ездите. И вот здесь у вас будет прям видна вся карта. То есть, когда вы заходите на карту, то видно там за период 2, 3, 4 года, где вы находились, по каким тропам вы ходили, там где сколько пробывали, самые частые дорожки, ну и тому подобное. То есть, вот эту хронологию, чтобы, скажем, не было такой слежки, я, например, у себя это отключаю, чтобы меньше разряжалась батарея, ну и чтобы меньше передавалась куда-то информация, где конкретно сейчас я нахожусь. Также среди вот этих настроек вы можете найти настройки, которые касаются рекламы. То есть, если вы не очень любите, когда выскакивает какая-то реклама, там нужно ждать, пропустить и так далее, ну нужно как минимум отключить вот эту функцию. Да, реклама все равно останется, но ее станет намного меньше. И также среди этих настроек есть еще вот такая настройка, которая называется история приложения и веб-поиска. Опять же, то есть, если вы что-то ищете в своих браузерах, неважно какой браузер, это может быть Google Chrome, это может быть Яндекс, Mozilla, Firefox, в общем, Opera, это все что угодно. Вот, мы часто там вводим какие-то запросы. Ищу дом по самой низкой цене или хочу купить машину новую или БУ. Ну, в общем, вы поняли. И вот это все запоминается, отправляется на сервера Google и вам на основе этого постоянно высвечивается реклама. То есть, в следующий раз, когда вы зайдете в свой браузер, вы сразу же будете видеть очень похожие объявления, которые вы искали. И они будут вас преследовать в течение месяца или двух, вот беспрерывно, пока вы не отключите вот такую функцию. Выходим пока назад с этих настроек. Сейчас вам покажу, что здесь еще есть интересного. Здесь есть некоторые настройки, которые продублированные, но немножко по-другому звучат. Кстати, если вы думаете, что вот этот Google Ассистент абсолютно не взаимодействует ни с каким приложением, то вы глубоко ошибаетесь. Вот, если полистаете здесь, вы найдете ваше приложение и, смотрите, управляете тем, как Ассистент взаимодействует с установленными приложениями. Вот, заходим просто на эту строчку. И смотрите, вот это все приложения, в принципе, которые установлены сейчас на вот этом телефоне. И здесь их где-то, ну, 119-120 штук. И каждое из этих приложений взаимодействует автоматически, без вашего разрешения. Ну, вот, к примеру, 4К обои приложения. Захожу, разрешить Ассистенту учиться у этого приложения. Предоставив Ассистенту доступ к данным об использовании приложений, вы будете получать больше персонализированных рекомендаций. То есть, считывается информация, что вы конкретно делаете в этом приложении. Разрешить Ассистенту выбирать это приложение. Если то, что вы просите, можно сделать в этом приложении, Ассистент предоставит запрос ему. Вот, за то, что я и говорил, на наших смартфонах есть еще такие приложения, которые очень сильно конфиденциальны. Ну, например, это какие-то банковские приложения. И вот, Ассистент тоже получает к ним доступ. Элементарно, если вы спросите у Ассистента предоставить пароль, либо что-то похожее, то я думаю, что он абсолютно без всяких раздумий просто выдаст всю информацию. Вот, и вы будете просто в шоке. Вот, кстати, внизу здесь есть еще дублирующая настройка, заблокированный экран. Тоже вот, как раз-таки мы об этом говорили. Тоже ее нужно будет отключить. И немножко еще выше персональные результаты. Опять же, здесь мы выключаем все. Отключить. То есть, мы разрешаем Ассистенту предоставлять вам информацию из установленных приложений Google. А таких приложений очень много. И также снизу активирована настройка, то есть, когда устройство заблокировано. В общем, хотя бы проделав вот такие настройки, вы явно станете чувствовать себя безопаснее. Ну и телефон станет лучше работать, быстрее думать. Ну и немного прибавится автономности по работе.